ну и представьте себе это ж надо вставать в пять сегодня в пять часов утра для того чтобы на студии записать передачу в которой в итоге как оказалось не записался звук вы посмотрите на этого красавчика просто рыбка в банке сидит губами шевелит и ничего не говорит что самое смешное записался только игорь павлов со своим прогнозом погоды и вот эти заставки прекрасные которые у нас бывают и так далее поэтому сегодня для вас специально я приехал обратно на студию специально надел то же самое что на мне было утром и специально для вас сейчас расскажу то что я рассказывал шутил безмерно просто с утра надеюсь сейчас в этом нестандартном выпуске тоже буду шутить но давайте все-таки посмотрим что сегодня пишет пресса британская естественно рекордные три три миллиона шестьсот тысяч человек находятся в группе высокого риска развития диабета сообщает газета daily express предупреждая о бомбе замедленного действия в сфере здравоохранения страны вот они вспомнили про здравоохранение наконец-то это замедленная бомба неужели раньше это не было опасно вот только теперь когда диабет начал угрожать они поняли что здравоохранение находится под угрозой поехали к следующей газете нападающий манчестер сити фил фоден со своей партнершей ребеккой кук посетили гадалку для чтения карт таро всего за несколько дней до начала летнего чемпионата европы по футболу в германии если я не ошибаюсь вчера газета одна из газет показывала гадальщицу на спарже по моему да или как-то так уже гадают не знают выиграет британия когда-нибудь или нет газета times сообщает о запуске манифеста лейбористов четверг отмечая что рост и процветание станут приоритетами кира стармера по моему рост и процветание обещает каждый человек который пытается попасть в правительство мать барнаби уэббера это барнаби уэббер это одна из трех жертв нападения с ножом в прошлом году в нотингеме если вы помните так вот мать этого парня рассказала дейли мирр о своем горе которое она испытывает целый год после гибели сына газета guardian сегодня сообщает что ближайший парламентский помощник риши сунака крэйк уильямс сделал ставку в 100 фунтов на июльские выборы за три дня до того как консервативная партия назначила дату выборов не сказали кстати на кого он поставил старшие члены консервативной партии утверждают что великобритания рискует вступить в однопартийное социалистическое государство если страна проголосует за лейбористов на следующих выборах сообщает daily mail ну что ж сначала они пугали войной с русскими потом они начали пугать большими налогами теперь они пугают то что ко власти придут социалисты газета daily telegraph сообщает о комментариях кейра стармера в программе sky news битва за даунинг стрит 10 намекнувших что лидер лейбористов открыл путь к повышению налогов ну кого бы они не выбрали налоги все равно повысятся газета ай сегодня сообщает что лейбористская партия намерена объявить о крупных сокращениях государственных услуг в случае победы на следующих выборах газета daily star сегодня сообщает что английской национальной мужской сборной было дано особое разрешение прикрывать свое хозяйство во время посещения нудистского спа в их отеле в бланкенхайне в германии во время летнего чемпионата европы по футболу не понимаю почему спа пошли навстречу английским футболистам почему вообще у футболистов возник такой вопрос прикрываться в том месте где ходят голышом неужели есть чего стесняться кроме своей игры специальным сегментом в сегодняшнем обзоре газет стала газета гримсбит телеграф новая такая версия daily telegraph они специальный выпуск сделали газета освещает программу sky news битва за даунинг стрит 10 которая проходила в городе как раз в гримсбе где решит сунок и кир старбер отвечали на вопросы аудитории политического редактора sky news бет ригби газета метро сообщает что отец потерявший партнера и детей при пожаре вызванном взрывом аккумулятора электросамоката призвал к срочным изменениям в законе из-за этих бомб замедленного действия в этой новости если бы не пострадали дети конечно было бы все прекрасно просто вдумайтесь мужчина который потерял своего партнера который катался на самокате самокат который взорвался из-за этого был пожар а в целом ситуация с самокатами вообще с этими батарейками ужасно взрываются почти постоянно газета financial times предупреждает что согласно международному энергетическому агентству мир столкнется с потрясающим излишком нефти к 2030 году до миллионов баррелей в нефть и это как оказалось не из-за дороговизны на нефть наоборот из-за наращивания производства сша и странами ближнего востока то есть нефть накопится и никому не нужна никто покупать не будет не потому что дорого а потому что ее много и так да это уже все заново пошло поэтому привет еще раз в студии олег хилл с выпуском странных но самых актуальных новостей великобритании на 13 июня четверг точно сегодня 13 июня вот почему у меня не записался звук сегодня с утра и мне пришлось целый день пока я отсутствовал в студии мне звонили где выпуск и что случилось когда мне в первую очередь позвонили и сказали что звука в выпуске нет его пришлось убрать ну короче ужас ладно поехали к новостям риши сунок и сэр кейр стармен столкнулись с острыми вопросами в гримсбе в среду вечером ответив на вопросы от журналистки sky news bet rigby и аудитории ключевые моменты включали в себя обсуждение налогов экономики и конечно же обещаний сунока ну а также вызвали эмоциональные реакции от аудитории включая аплодисменты и выкрики буууу при обсуждении национальной здравоохранительной службы стармэр отвечал на вопросы о доверии налогах и обещаниях лейбористской партии подчеркивая важность обеспечения условий для жизни своей семьи в случае победы на выборах ну конечно же своя рубашка ближе к телу но премьер-министр риши сунок стал объектом насмешек в итоге после этих дебат в соцсетях после заявления о своей ужасающей диете которая состоит из конфет харибо из спрайта не шоколадок твикс именно так он заявил на шоу sky election special сунок отвечая на вопрос о том что могло бы сделать его популярным признался в любви к сахару шокируя своих знакомых пользователи твиттера быстренько отреагировали заполнив интернет мемами и шутками а тем временем лидер лейбористов сэр керри стармэр также вызвал смеху аудитории рассказывая о своем отце инструментальщики по итогам опроса зрители сочли что все-таки стармэр выступил лучше в теледебатах поехали дальше риши сунок все тот же объявила выделение до 242 миллионов билатеральной помощи украине на саммите g7 в пулье эти средства предназначены для немедленной гуманитарной помощи энергетической поддержки и стабилизации в стране а также для создания основ для долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции украины премьер-министр также подчеркнул необходимость компенсации украине ущерба который причинила москва и планируется использовать замороженные российские активы на сумму 285 миллиардов находящиеся в юридикции g7 для поддержки этой инициативы по-моему прекрасно когда миллионер находящийся во главе страны распоряжается деньгами не своими а деньгами страны это же здорово я бы тоже так хотел просто тратить чужие деньги направо налево не думая о том нужны ли они где-то своей стране но и совершенно не связанная с предыдущей новость за последние пять лет военные ведомства великобритании выявили более трех тысяч ста случаев употребления кокаина среди военнослужащих эти цифры включают в себя представителей армии в мс и ввс что достаточно для формирования четырех боеспособных батальонов среди военнослужащих армии выявлено наибольшее количество случаев употребления кокаина это две тысячи триста шестьдесят солдат а за ними следует военно-морские силы там 540 человек употребляет ну по крайней мере поймана и военно-воздушные силы где поймана 200 человек за употреблением средств всего за последние пять лет поймана было 4160 человек ну или как написано в бибиси они были отстранены от службы из-за употребления наркотиков включая каннабис и экстази а вот кокаин составил около 80 процентов положительных результатов на наркотестировании среди военнослужащих британии вооруженные силы придерживаются строгой политики нулевой терпимости к наркотикам что влечет немедленное увольнение со службы для тех кто попадает попадается на употребление если они не могут доказать исключительное обстоятельство вот этот пункт меня порадовал очень то есть если вы сможете доказать что вот мне сейчас нужно было употребить кокаин потому что и дальше предлагайте свой вариант в комментариях и вот представьте это может быть каким-то исключительным обстоятельством в любом случае в армии регулярно проводятся случайные и целевые наркотесты для борьбы с наркоманией среди военных министерство обороны акцентирует внимание на образовательных программах и советах направленных на информирование военнослужащих о рисках и последствиях наркотической зависимости вот такая армия в британии а теперь важное объявление шотландского правительства более 500 заключенных будут освобождены досрочно в рамках четырехэтапного плана и начнется он в конце июля это решение было принято для того чтобы снять напряжение от тюремной системы страны в условиях резкого увеличения числа заключенных освобождение коснется только тех кто отбывает короткие сроки до четырех лет и у кого останется 180 дней или менее до окончания срока а пожизненно осужденные и те кто отбывает наказание за серьезные преступления такие как сексуальное насилие или терроризм автоматически исключены из этой программы по моему просто в шотландии сейчас да и вообще в стране происходит ротация преступников немножко посидел выйди дай посидеть другим по моему прекрасная схема рабочая вполне для великобритании ну а теперь давайте поговорим про на и чест национальную службу здравоохранения великобритании найден русский след как оказалось все-таки классическая видеоигра тетрис используется для помощи медработникам и чест для того чтобы преодолеть посттравматический стресс после работы во времена ковида игра оказывается тренирует мозг в ментальном вращении блоков и активирует ту же самую область мозга что и травматические воспоминания помогая снизить чистоту вторичных всплесков и воспоминания вот эти флешбеки пропадают если вы играете в тетрис терапия разработанная профессором эмили холмсом показала значительные успехи снижая количество травматических флешбеков у пациентов с 14 до 1 в неделю тетрис эта игра создана в 1985 году она стала международно известной благодаря нинтендо геймбой в 1989 году и остается самой продаваемой игрой всех времен с более чем 520 миллионами проданных копий ну я думаю с такой рекламой когда говорят что тетрис может лечить от депрессии конечно продажи в очередной раз возрастут но тут же где-нибудь заплачет один психолог из-за увеличивающегося числа случаев лихорадки денге в европе важно знать какие симптомы надо отслеживать и как обращаться и кому за лечением лихорадка денге которая передается через укусы инфицированных комаров может проявляться высокой температурой головной болью мышечными болями тошнотой и сыпью в большинстве случаев пациенты выздоравливают за одну-две недели но иногда болезнь может стать тяжелой и требовать госпитализации лечение сосредоточено на симптоматической терапии и контроле боли например применять парацетамол важно избегать применения препаратов которые повышают риск кровотечений профилактика включает в себя защиту от укусов комаров особенно в дневное время но пока что нет специфической вакцины для всех возрастных групп но идут работы над несколькими вариантами так что следите за последними обновлениями о лихорадке тенге и защитите себя от этого заболевания убей комара спаси своего соседа ну а на фоне статистики утверждающие о снижении преступности вот посмотрите статистика утверждает о снижении преступности в тот же момент преступность увеличивается в тюрьмах мест не хватает а жители милсбора в тот же момент сталкиваются жестокой реальностью на фоне вот этих вот новостей и оказывается в том районе подростки дилеры наркотиков открыто демонстрируют ножи и торгуют героином а также кокаином простите на улицах усеянных разбитыми окнами и заброшенными домами местные жители такие как эндрю и виктория гор страдают от ежедневных краш и вандализма вопреки данным что количество ограблений сократилось в кливленде зафиксирован самый высокий уровень преступности в англии уэльсе жители разочарованы отсутствием реакции полиции видя что лишь четыре процента случаев краж заканчиваются обвинениями в преддверии выборов они требуют от политиков эффективных мер для борьбы с преступностью если хотите чтобы политики начали заниматься преступностью попросите их ну а в шотландии не только выпускают людей из тюрем но еще и правительство рассматривает запрет на установку низко расположенных почтовых ящиков и все это делается для чего да для того чтобы защитить почтальонов от боли в спине ну а также от атак со стороны собак я думаю что вы видели в питание очень часто почтовый ящик располагается очень низко в двери для того чтобы письма просто не страдали когда они падают с высоты куда-то там вниз чтобы письма просто не мялись скорее всего но теперь оказывается еще и будут будут заботиться о почтальонах но и эта инициатива которая предложена стюартом макмиллианом депутатом от шотландской национальной партии изначально будет применяться к новым зданием но сможет распространиться и на замену дверей в уже существующих домах макмиллиан ведет переговоры с правительственными чиновниками и профсоюзом почтовых работников который утверждает что тысячи почтальонов ежегодно страдают от проблем со спиной и рискует попасть под нападение собак оказывается маленькие собачки которые не могут допрыгнуть до того ящика который находится высоко они пытаются укусить почтальона через через эту дырочку которая находится внизу крис мак эллини генеральный секретарь партии альба критикует такое предложение ну вот поставив ящик поставить ящики высоко утверждая что это может увеличить стоимость строительства и привести к дополнительным расходам для домовладельцев сложно сказать каким образом это может вообще увеличить стоимость просто перенести ящик отсюда сюда ставить двери с почтовым ящиком который посередине или просто без него и ну в общем лишние расходы в любом случае нас ожидают ну а теперь внимание ученикам в школах точнее ученицам школьницам школа казалось под огнем критики из-за строгих правил в униформе которые привели к тому что несколько учениц были отправлены домой в слезах по информации от родителей школа требует чтобы длина юбок составляла длину до колена и нарушители этого правила сталкиваются с мерами включая измерения длины подола ну и отправка домой если он короче родители дети выражают свое недовольство утверждая что около 200 учениц были не допущены к занятиям в прошлый понедельник и это вызвало массовые слезы их и их родителей некоторые девочки были отправлены в изоляцию из-за макияжа и даже из-за накладных ресниц что вызвало еще больше недовольства среди родителей критики утверждают что такие строгие меры в униформе включая контроль за макияжем и длиной юбок кажутся направленными на дискриминацию по половому признаку и это вызывает серьезные вопросы о праве на образование детей дискриминация вот мальчикам разрешают наверное носить короткие килты я так понимаю ровно вот до но вы понимаете насколько короткий килт может надеть мужчина или мальчик мальчик покороче наверное будет я не понимаю где тут дискриминация но честно говоря когда я отвожу своих детей в школу я смотрю что у некоторых девочек действительно юбка из-под пиджака не видно то есть они настолько короткие юбки носят ну такой носовой платочек я бы сказал немножко больше чем эти юбки не знаю как ваше мнение меня про макияж и вот эти вот накладные ресницы отдельную программу можно сделать напишите пожалуйста в комментариях как вы относитесь к тому как дети ходят в школу в британии вот таких коротких юбках стоит ли это вообще какого-то внимания несколько участников триатлона royal windsor триатлон в беркшире были госпитализированы после того как они почувствовали себя плохо сильной рвотой и поносом которые они связывают нет не с вирусом и коли который сейчас нам тоже навязывают а с плаванием в реке темзы во время собственного же мероприятия по триатлону несмотря на заверения организаторов о том что качество воды соответствует стандартам безопасности утвержденным британской триатлонской федерации участники сообщили о заболевании в течение 24 часов после триатлона некоторые из них описали симптомы как рвота кровью лихорадка истощение сильные боли в животе и это привело некоторых участников триатлона в скорую помощь но некоторые участники также поделились своими аналогичными переживаниями в социальных сетях связывая свое заболевание с загрязнением с точными водами темзы организаторы подчеркнули что провели тщательные водные испытания перед мероприятием и отменили бы плавание в случае возникновения опасностей однако пострадавшие участники остаются критичными по отношению к предоставленным гарантиям я даже вот могу себе представить как проверяли меня воду на чистоту ее же проверяют вот здесь хоп тут чистая а то что вода она течет все время они наверно не брали во внимание нужно с запасом где-то ближе к истоку брать тогда она точно будет чистая ну а теперь предупреждение к туристам неправильный рейс точнее рейс правильный неправильная работа в аэропорту отправила пару на 1500 миль в другую сторону они собирались в испанию а прилетели в литву эндрю и виктория гор из маунтинеш южного вэльса планировали семейный отпуск в костабраве на день рождения эндрю однако вместо барселоны они оказались в литовском городе в каунасе за полторы тысячи миль от места назначения вот каунас вот здесь барселона внизу а бристоль тоже видите где в британии вот эта пара которая пользуется специальной помощью в аэропорту из-за инвалидности эндрю у него нет одной ноги он на протезе у виктории аутизм так вот эта пара была уверена что села на правильный рейс ведь у них проверяли документы дважды и так далее но как во время полета они узнали что летят не в испанию в итоге им пришлось переночевать аж в латвии полететь оттуда в барселону на следующий день а их багаж прибыл с опозданием на два дня ренер конечно же что сделал ну извинился конечно извинились и сказали что это ошибка поставщика специальной помощи аэропорт бристоля пообещал внести улучшения для предотвращения подобных случаев в будущем то есть нашли виноватого того человека который с тележкой просто вот вез помогал на каталке вот этому инвалиду и так далее всегда же находится крайний ну а теперь внимание болельщикам сборной англии оказывается если вы планируете украсить свой дом или квартиру флагом святого георгия во время чемпионата по футболу евро 2024 имейте в виду что есть малоизвестное правило которое может привести к серьезному штрафу согласно планировочным нормам 2007 года размер флага установленного на флагштоке выходящим из любой части здания кроме крыши не должен превышать двух квадратных метров в случае нарушения этого правила вам может грозить штраф до двух с половиной тысяч фунтов а также потребуется соблюдение дополнительных требований если ваш дом находится в контролируемой зоне такой как зона с выдающимися природными достопримечательностями единственный способ избежать штрафа так это разместить флагшток на крыше где нет никаких ограничений по размеру флага так что учитывайте это правило для того чтобы избежать неприятных сюрпризов во время чемпионата или купите флажок поменьше или вывешивайте его у соседа ну и продолжая тему флагов и чемпионата мира по футболу крупная сеть пабов в эзерспун сняла запрет на размещение английских флагов в своих заведениях к чемпионату европы не мира простите европы 2024 года ранее эта компания сталкивалась с критикой из-за запрета на показ флагов англии и других соперничающих стран во время чемпионата мира это было в восемнадцатом году вместо этого компания распределила по всем пабам гирлянды с флагами из всех 32 участвующих стран однако в этом году в эзерспун объявили что пабы сами могут выбирать какие им флаги вешать английские или шотландские по желанию в честь евро это изменение сопровождается расслаблением нормальных законов о лицензировании которое позволяет пабам закрываться только после часа ночи то есть пабы могут теперь до часа ночи работать по крайней мере во время чемпионата европы и это должно способствовать экономическому подъему на фоне волнения болельщиков которые поддерживают сборную гаррета саутгейта если вы поддерживаете сборную великобритании боитесь за свой дом вывешивать флаг придите с флагом в эзерспун попейте пиво и посмотрите за футболом а мы сейчас посмотрим что нам на сегодня обещал игорь павлов всем доброго ясного утра и прекрасного летнего июня в июне пока самое прекрасное это пожелание вашего ведущего погода нас очень радует радует так что с дома выходить не хочется если бы рядом со мной был пятачок из мультика вини пух он бы сейчас выглядывал спать зонтика и говорил кажется дождь начинается и ведь правда сегодня нас ждет отличный с большими каплями дождь этот дождь начнет свое путешествие от корневала постепенно захватывая западную часть англии уэлса и наконец-то к центральной части после обеда каждый уголок англии будет радостно шлепит по лужам представляете себе вы выходите на улицу и везде веселые лужицы словно манна небесная почему да потому что мы живем в англии без дождя не представляем свою жизнь а теперь немного температуре сегодня она решила нас удивить и подняться до 17 градусов это просто пик жары концу месяца метео центр вероятно сообщит что июнь был самым теплым за последние 50 лет ну что ж похоже метео центр находится где-то в испании а что нам с вами остается радоваться и наслаждаться этим дождливым днем ведь именно такие моменты делают нас настоящими англичанами так что вооружайтесь зонтами надевайте резиновые сапоги и вперед навстречу приключениям в этот влажный и прохладный июньский день всем отличного дня и пусть дождь приносит вам только радость и свежесть спасибо игорь да настоящими англичанами нас может сделать только знание английского языка и понимание того что здесь происходит и как к этому относиться а именно для этого существуют наши новости английский вы тут не выучите но будете по крайней мере ориентироваться в том что происходит в стране в целом и сможете поддержать разговор пускай даже со своими друзьями на русском о том что происходит в британии поэтому подписывайтесь на наш канал всегда будете в курсе того что происходит в великобритании а если вас интересует королевская семья не забудьте заглянуть вот здесь будет ссылочка на королевский наш канал в котором вся но вся новая свежая информация о королевской семье мне осталось только показать какой-нибудь неудачный момент из предыдущих выпусков здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на среду 23 февраля марта да самые точные новости только у нас бывают конечно с разницей в один месяц ну или не с утра вечером как сегодня но с этими новостями не соскучишься так что я желаю вам тоже прекрасно провести сегодняшний вечер завтра надеюсь что все будет в порядке и выпуск выйдет как обычно с утра всего вам доброго в студии был олег хилл жду ваших комментариев